Радиостанция «Голос России» и Министерство регионального развития представляют программу «Домой в Россию». Радиостанция «Голос России» и Министерство регионального развития. Можете обратиться с конкретными вопросами и проблемами, попросить совета поделиться опытом. Кроме того, свои вопросы вы можете отправить по электронной почте на адрес домойсобакарувр.ру. В конце ноября с 25 по 27 число в Омске при поддержке Министерства регионального развития состоится пятый международный информационный форум «Интеграция соотечественников» МЕФИС-2011. Учитывая, что треть всех добровольных переселенцев находит постоянное место жительства в Сибири, при этом наибольшей популярностью пользуются Новосибирская и Омская области, выбор площадки для этой встречи вполне понятен. В Сибирском федеральном округе в реализации государственной программы участвуют восемь регионов. В рамках форума для соотечественников выставки презентации своих программ проведут Республика Бурятия, Алтайский, Красноярский, Забайкальский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская и Омская области. Ну а для тех, кто не сможет побывать на форуме, мы продолжаем рассказывать о регионах Сибири, участниках программы содействия переселению. Как мы и обещали, сегодня речь пойдет об Омской области. Омская область расположена в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины между Обью и Иртышом. На западе и севере она граничит с Тюменской областью, на востоке с Томской и Новосибирской областями, на юге и юго-западе с Республикой Казахстан. Расстояние от Омска до Москвы – 2555 километров. Климат в области континентальной с непродолжительным летом. Средняя температура января – минус 21 градус, июля – плюс 19,5. Продолжительность безморозного периода – 90-100 дней на севере и 115-120 на юге. В недрах Прииртышья открыт 21 вид полезных ископаемых. Нефть, газ, торф, рудные пески, циркония и титана, минеральные соли, лечебные грязи и многое другое. Общий запас древесины в лесах области – почти 600 миллионов кубических метров. Омская область – один из крупнейших промышленно-аграрных регионов Западной Сибири. Программа «Содействие добровольному переселению соотечественников» в Омской области была принята почти два года назад. За это время ею воспользовались более тысячи человек, рассказал нам заместитель министра труда и социального развития Омской области Олег Николаевич Бибик. Программа у нас была принята в августе 2009 года. По состоянию на 19 сентября этого года к нам в Омскую область поступила 2361 анкета от потенциальных участников программы. Мы рассмотрели 2181 анкету, при этом приняли положительное решение по 1902 анкетам. Прибыло у нас на сегодняшний день 636 участников. Всего, с учетом членов семьи, у нас 1674 человек. А из каких стран к вам в основном приезжают? В основном это Казахстан, но это обусловлено нашим приграничным статусом, тем, что все-таки мы очень близко расположены. Большая часть семьи, это более 80% Казахстан, Киргизия, Украина, Узбекистан, ну и есть представители стран дальнего зарубежья, в том числе Германия, Греция, Израиль, Латвия, Эстония. Также есть переселенцы из стран СНГ, включая Армению, Таджикистан, Молдову, Литву, Туркменистан. Я так понимаю, не все претенденты, которые хотели бы поселиться в вашей области, получили положительное вето. А вот чем были вызваны отказы? В основном отказы у нас связаны с тем, что участники программы не сообщают о себе полную информацию, либо сообщают недостоверные сведения. Такие редкие случаи, к сожалению, бывают. В отдельных случаях в программе участвуют лица, которые имеют судимое за совершение преступлений. Кроме этого, мы учитываем такой факт, как возможность обустройства на территории вселения трудоустройства. Конечно, если у потенциального участника программы нет необходимых трудовых навыков, он не имеет квалификации, то, конечно же, в этой ситуации мы принимаем решение об отказе такому претенденту на участие в программе. То есть это связано с тем, что он, к сожалению, не сможет успешно адаптироваться с учетом нашего рынка труда. Вот таким вот образом. Ну и мы учитываем, конечно же, как может быть решена жилищная проблема. То есть сама по себе программа, к сожалению, не предусматривает предоставление бесплатного жилья. Такой возможности у нас нет. Поэтому мы учитываем, как потенциальный участник может этот вопрос решить. Арендовать жилье, либо приобрести со своей средства. А есть ли у вас что-то подобие пунктов временного размещения? У нас в области мы на базе нашего государственного учреждения создали центр, консультационный пункт, который сопровождает соотечественников. Он, прежде всего, оказывает информационную поддержку нашей программы, сопровождает их, оказывая услуги по профориентации, психологической поддержке, мониторинг процесса обустройства ведет активно. Но и в то же время у нас есть, конечно же, еще одно наше учреждение, которое может временно разместить пребывающих соотечественников в нашей социальной гостинице. Но это только в виде исключения, тогда, когда это вызвано какими-то непредвиденными обстоятельствами. Допустим, когда приезжает семья, дети, им необходимо в отсутствие, к сожалению, уже арендованного жилья или каких-то контактов у нас здесь в Омске или в Омской области на время устроиться. То есть этот вариант, он какой? В виде исключения. А вот в виде исключения этот вариант, сколько времени может там провести семья? Ну, это ограничено по времени, то есть, ну, желательно, чтобы они, конечно, в течение месяца, двух месяцев определились с тем, как они будут вопрос жилищного обустройства решать. На временной основе там могут размещаться. А есть ли еще какие-то особенности у вашей региональной программы? Есть ли какие-то дополнительные выплаты, может быть, еще какие-то дополнительные преференции? Значит, что касается особенностей нашей программы, замечу, что нас в одном из немногих регионов предоставляются меры социальной поддержки по двум направлениям. В дополнение к федеральным мерам. Во-первых, в области компенсируются затраты на аренду жилья. В муниципальных районах до шести месяцев стоимостью до четырех тысяч рублей в месяц. В городе Омске до четырех месяцев из расчета до шести тысяч рублей в месяц. При этом также предусматривается единовременное денежное пособие. Оно предоставляется в размере среднегодового прожиточного минимума на душу населения. То есть это около пяти тысяч рублей. Если же переселенец переезжает в один из муниципальных районов, то для них действует двукратный размер прожиточного минимума как на участника программы, так и на каждого члена семьи. То есть около десяти тысяч на каждого, если переселяются в муниципальный район. Вот такие вот две меры социальной поддержки. Кроме этого, я уже говорил, что действует консультационный пункт, который сопровождается отечественников. Мы считаем это тоже именно особенностью нашей программы. И кроме этого предпринимаются меры услуги, оказываются услуги в сервисе здравоохранения. Во-первых, речь идет о предварительных медицинских осмотрах участников программы при приеме на работу с тем, чтобы они могли успешно трудоустроиться в короткие сроки. Второе – это медицинское освидетельствование на наличие социально опасных заболеваний. И третье – это организация обязательного медицинского страхования для неработающих участников. Мы вот считаем это в том числе особенностями нашей целевой программы. Олег Николаевич, вот Вы сказали про компенсацию по аренде жилья. А вообще, какова средняя цена аренды квартиры и сколько стоит приобрести квартиру? Я понимаю, что средняя цена – это понятие такое растяжимое, но тем не менее. Ну и стоимость жилья, она тоже относительная. То есть, естественно, что если речь идет об аренде, то жилье эконом-класса можно на средства, которые я назвал, вполне арендовать. До 6 тысяч рублей в месяц можно подобрать жилье, допустим, однокомнатную квартиру, в которой человек может это время проживать. То есть, что касается приобретения жилья, хочу заметить, что в Омской области цены на жилье не из самых низких в Сибирском федеральном округе. Что касается цен на квартиры, одно-, двух-, трехкомнатные, может быть, я Вам конкретно не подскажу. Можно ориентироваться на сайт нашего министерства, где вот эта информация размещена. Стоимость одного квадратного метра, например, и в том числе учитывать, что есть новое жилье, где эта стоимость выше, и есть вторичный рынок, где больше возможностей. И, опять же, надо учитывать, что у нас территория вселения не только город Омск, но и районы Омской области. И, конечно же, цены зависят от того, куда конкретно человек переселяется, то есть в одном районе чуть больше, в другом чуть меньше. А вот сколько вообще территорий вселения в Вашей области? Значит, у нас 8 территорий вселения. Это город Омск, 7 муниципальных районов. В том числе это два района, которые являются приграничными с республикой Казахстан, Шарбакульский, Называевский, и еще Саргатский, Тевриский, Крутинский, Колоссовский, Устешимский район. 8 территорий вселения. Мы подготовили изменения в нашу целевую программу, и с 1 января 2012 года территориями вселения будет вся Омская область. Все 32 района и город Омск. Кроме того, эта программа будет продолжать действовать в течение всего 2012 года, будут сохранены все меры социальной поддержки, ну и возможно появятся новые, пока я их анонсировать не буду, это будет зависеть от возможностей областного бюджета. А какие сегодня специалисты востребованы в Вашей области, и соответствует ли уровень заявок, которые подают переселенцы, потребностям Вашего региона? Что касается специалистов, то здесь хотелось бы в особенности отметить врачей. Они очень востребованы, особенно в сельской местности. Не секрет, что ряд регионов испытывает проблемы с тем, чтобы решить кадровый голод в учреждениях здравоохранения. Поэтому вот врачи, они на особым счету. Им предоставляются разнообразные меры поддержки, в том числе и со стороны органов местного самоуправления. Можно также отметить учителей, и опять же я говорю именно о муниципальных районах, о сельской местности. Кроме этого, востребованы такие специальности, как инженер, механик, воспитатель, водитель, работники строительных специальностей. Вот хотел бы еще подчеркнуть, что, конечно, регион активно развивается, очень много у нас строительных площадок, и очень востребоваными являются строительные специальности всех направлений абсолютно. Поэтому здесь они могли бы очень успешно трудоустроиться, то есть адаптироваться на территории вселения. Что касается уровня подготовки, да, значит, мы отмечаем, что большая часть участников программы, больше половины, это люди, которые имеют, как правило, высшее образование или среднеспециальное, но хороший опыт работы. То есть они востребованы на областном рынке труда, подавляющее их большинство, с нашей помощью или самостоятельно трудоустраивается. То есть мы отмечаем, что, конечно, прибывающие соотечественники, они имеют все шансы успешно адаптироваться на территориях вселения. А много ли к вам прибывают соотечественников, которые пишут в графе самозанятости? То есть самостоятельный ход работы? Да. Ну, в основном люди, когда заполняют анкету и видят такую графу, то есть они по инерции, конечно, подбирают какую-то определенную специальность. То есть такие случаи не являются частыми, но с другой стороны нередко соотечественники указывают одну специальность, а по прибытии, уже ориентируясь на наш рынок труда, выбирают другую, учитывая свои навыки работы, наличие соответствующей профессии и так далее. Таким вот образом. Поэтому на самозанятость, как правило, формально они не ориентированы, они указывают нам варианты, которые им подходят, и мы стараемся их подобрать. Вместе с тем в службу занятости обращаются далеко не все соотечественники, это может быть только одна треть от участников программы, а остальные, те, кто находятся в автороспособном возрасте, осуществляют поиск работы самостоятельно. А как у вас обстоят дела с детскими садами и школами? И могут ли соотечественники, которые только что приехали в вашу область, когда еще у них нет гражданства, без проблем устроить ребенка как в детский сад, так и в школу? Здесь вопросов никаких нет. Получение гражданства осуществляется в течение максимум двух месяцев. Поэтому в этой связи дети переселенцев ни в коем случае не ограничиваются в правах. Мы во взаимодействии с органами местного самоуправления обеспечиваем их местами как в детских садиках, так и в школах. У нас в настоящее время 93 ребенка определены в образовательное учреждение и 85 детей в дошкольное образовательное учреждение, то есть детские садики. Поэтому, конечно, в городе Омске проблема остро стоит, в отдельных садиках мест не хватает, но мы стараемся этот вопрос решать, то есть подыскивать варианты, то есть в целом эта ситуация у нас разрешается в территории области. Отдельно какой-то меры поддержки, разумеется, нет, такого условия, что поставило бы в неравное положение, может быть, местных жителей. Но мы стараемся всячески содействие оказывать соотечественникам нашим. А есть ли проблема с получением высшего образования? Вообще город Омск считается студенческим городом, и здесь есть все возможности для успешного получения высшего образования в одних из лучших вузов нашей страны. Я замечу, что у нас 11 государственных вузов, многие из них являются ведущими в соответствующих областях. 8 филиалов государственных учебных заведений высшего профессионального образования, 15 негосударственных учебных заведений, которые реализуют программы высшего образования. То есть, в общем, ведется подготовка по более чем 250 специальностям и направлениям. И у нас только в государственных учебных заведениях обучается на бюджетных местах около 50 тысяч человек. Поэтому все возможности для того, чтобы успешно получить высшее образование, конкретно в городе Омске имеются. И в районах области у нас тоже есть сеть как филиалов высших учебных заведений, так и среднеспециальных учебных заведений. Поэтому мы считаем, что для молодежи есть все возможности, чтобы получить именно высшее образование у нас в регионе. Олег Николаевич, а на Ваш взгляд, какие типичные ошибки допускают участники программы? И на что нужно обратить внимание, прежде чем решиться на этот шаг? Ну, я думаю, что типичные ошибки здесь в основном это связано с определенной невнимательностью, когда они указывают данные в анкете, сведения о себе. Иногда неправильно указывают адреса, контактные телефоны. В отдельных случаях неверно информируют нас об образовании и стаже работы по специальности. И впоследствии мы выясняем, что человек, допустим, к сожалению, по этой специальности ни дня не работал, и, соответственно, трудоустроиться он не сможет. Нередко предоставляются гарантийные письма, особенно от студентов, которые не подтверждаются работодателем. То есть гарантийное письмо, которое предполагает в будущем заключение трудового договора. У нас обязательным условием является тот факт, что студенты на поздних курсах должны быть трудоустроены, с тем, чтобы быть участниками программы. Это требование федеральной миграционной службы. Вот. Иногда вот эти вот гарантийные письма, они не соответствуют действительности. И, кроме того, не всегда указывают наличие родственных связей на территории Омской области, что, конечно же, тоже учитывается. Если проживают родственники, близкие или дальние, то мы принимаем этого внимания, учитывая тот факт, что человек может более успешно адаптироваться на территорию региона, и, соответственно, отсутствие такой информации, оно может быть препятствием для того, чтобы мы успешно соглафовали анкету. Ну и когда родственники подают несколько анкет, то целесообразно указывать информацию о тех родственниках, которые также участвуют в программе. Потому что если переселяется несколько семей, то целесообразно это тоже об этом нас информировать. Я хочу заметить, что мы работаем с каждым участником программы индивидуально. С каждым из них мы созваниваемся, собираем полную информацию, и поэтому желательно вот эти все сведения нам сообщать, чтобы мы могли предпринять адекватные шаги здесь, в Омской области, по успешному обустройству наших переселенцев. Ну а в качестве рекомендации, особенно для жителей Казахстана, территории, которые находятся недалеко от Омской области, рекомендация перед переездом посетить будущее место жительства, которое они хотели бы выбрать, осмотреть его, так сказать, оценить положительные стороны. Я думаю, что в Омской области есть на что посмотреть и принимать решения уже более осознанно. На ваш взгляд, все-таки стоит, прежде чем переселяться, увидеть тот регион? Я думаю, что в принципе Омская область – это позитивно развивающаяся территория, и я думаю, что ни один из переселенцев не будет разочарован. Но при этом, конечно же, если есть такая возможность, можно было бы приехать и посмотреть, что называется, своими глазами. Подчеркиваю еще раз, что это желательно, но это не является обязательным условием, поэтому, исходя из возможностей переселенцев, они могут быть ориентированы на мнение своих товарищей, знакомых, друзей, которые уже переселились. Такие факты тоже бывают нередкими. Мы проводим периодически круглые столы с соотечественниками, интересуемся, ну, в общем-то, можем констатировать, что таких вот людей, которые бы разочаровались, к счастью, нет. Но, тем не менее, повторяю, если есть возможность, ей нужно пользоваться. А еще каким образом вы информируете соотечественников о возможностях вашего региона? И где можно получить информацию? Во-первых, наша область, наш регион, один из немногих, которые широко себя рекламируют. Мы провели серию презентаций программы «За рубежом». Отмечу, что в 2009 году презентация была в городе Астане, Казахстан, Бишкек, Киргизия. В 2010 году презентация состоялась в Германии, город Франкфурт-на-Майне, Киев на Украине, Кишинев в Молдавии, Дрокия также в Молдавии, и презентация в городе Павлодар. Мы проводим также серию интернет-конференций в режиме Skype. Приглашаем также совместно с Федеральной миграционной службой потенциальных переселенцев, информируемых таким образом. Кроме этого, у нас информация размещена на сайте Министерства труда и социального развития Омской области, в сети интернет, где, в общем-то, изложено подробно условия участия в программе и все те сведения, которые необходимы потенциальному переселенцу. Сведения о вакансиях, сведения о рынке жилья, стоимость квадратного метра, сведения о мерах поддержки, согласно нашей программе. Вот таким вот образом мы планируем информировать наших участников о возможности нашей программы. Я благодарю заместителя министра труда и социального развития Омской области Олега Николаевича Бибика за подробный рассказ о регионе. И хочу напомнить, что с 25 по 27 ноября в Омске при поддержке Министерства регионального развития Российской Федерации состоится пятый международный информационный форум «Интеграция соотечественников МЕФИС-2011». Соотечественники, которые рассматривают возможность переселения в Омскую область и другие регионы, входящие в Сибирский федеральный округ и хотят стать участниками государственной программы содействия переселению, могут принять участие в форуме МЕФИС-2011. Для этого нужно оставить заявку. Форма заявки прилагается на интернет-форуме «Интеграция соотечественников» по адресу www.mefis.ru. Ну а в следующей нашей программе мы продолжим рассказ о том, как живется соотечественникам в Омской области. После окончания этой передачи начнет работу «Горячая телефонная линия». И вы, уважаемые слушатели, сможете задать свои вопросы относительно государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. В течение двух часов после эфира можно будет связаться с оператором, позвонив по бесплатным телефонам «Горячей линии». Запишите номера 8 800 100 06 76, 8 800 100 06 76. Телефон для слушателей Украины 0 800 502 676, 0 800 502 676. Соотечественники, проживающие в Германии, могут связаться с операторами по номеру 00 800 0100 06 76. А из Израиля нужно звонить по телефону 014 800 0100 06 76. Кроме того, свои вопросы вы можете отправить нам по электронной почте на адрес домойсобакарувер.ру. Кстати, на сайте «Голосы России» www.ruvr.ru вы сможете прочитать все материалы, которые звучат в нашей программе «Домой в Россию». Пишите и звоните нам. С вами была Татьяна Соловьева. До свидания. Домой в Россию Программа создана при поддержке Министерства регионального развития. Программа создана при поддержке Министерства регионального развития. Программа создана при поддержке Министерства регионального развития. Продолжение следует...